Малая моя родина. Шалакуша. Шалакуша – поселок в Няндамском районе Архангельской области. Собственно, сюда можно добраться только на поезде. Можно и на автомобиле. Но далеко не всегда зависит от времени года, погоды и состояния дорог. Село очень старинное. Первое упоминание еще было в дозорной книге Каргопольского уезда Иваново-Ейкова и Третьяка Копнина 1619 года. Шалакушка. В XVIII веке в Каргопольском уезде Аланецкого наместничества образовалось 8 новых властей, в том числе Усть-Мужская, в который вошел, и Шалакушский приход 1797. Но существует и научная точка зрения. Считается, что северные названия Лепша, Ивакша, Шалакуша, Няндама, Лельма, Шожма, Неминга, Шелекса заимствованы у финно-угорских племен, которые проживали в древности на территории Архангельской области. В 1889 году была построена железная дорога, а в 1899 году Шалакуша стала железнодорожной станцией. В 1905 году в большесторонскую власть входили сельские общества Верльское, Лелимское, Лепшинское, Малосторонское, Шалакушское. К 1917 году, по сведениям местных краеведов, в деревне Большая сторона насчитывалось 106 дворов, в деревне Малая сторона 45 дворов. По народному преданию название Шалакуша образовано от слияния двух слов «Шалаш» и «Куш». «Куш» предводитель банды разбойников, грабил купцов и лесопромышленников, сплавлявших по реке лес и прятался от наказания в своем шалаше. С началом Великой Отечественной войны 1941 по 1945 около 400 жителей Шалакуша ушли на фронт, из них 30 женщин. Под охраной местных жителей находились имевшие стратегические значения мосты на речках Моша и Лепша. На фронтах войны погиб каждый третий из воевавших. Активно поселок стал развиваться лишь после Великой Отечественной войны. Застройка поселка делится на три части. Деревня Большая сторона, находившаяся между рекой Моши и железной дорогой. Деревня Малая сторона, которая располагалась на левом берегу реки. И деревню Климова, которая раскинулась за железнодорожным полотном. И названную так в честь первого начальника лесопристани Климова. Не стоит забывать еще об одном районе Шанхая, названном так жителями из-за его удаленности от центра поселка. Наскоро застроенном домами, расположенными близко друг к другу. Центр поселка сформировался вдоль улицы Заводской. На ней расположено здание администрации, управление колхоза, отделение полиции, почта, школа, интернат, детский сад, ЖКХ, пожарная часть. Шалакуша сегодня населенный пункт численностью около 2500 жителей. В поселке есть предприятие колхоз имени Ленина. В 1937 году построен клуб, а в 1938 организован хор учительницы Шалакушской средней школы. Шалакушский народный хор является одним из ведущих фольклорных коллективов в сфере культуры не только поселка и Няндамского района, но и Архангельской области в целом. Шалакушский народный хор имеет богатую и интересную историю. Даже в годы Великой Отечественной войны коллектив выступал в госпиталях Няндамского района. Своими выступлениями участницы хора поднимали дух раненым бойцам, которые после госпиталя с новыми силами шли в бой бить врага. Из поколения в поколение участники хора передавали песенной традиции, манеру исполнения песни своим предшественникам. В 50-е годы хору было присвоено звание народный. Шалакушский народный хор достойно представляет Шалакушу и район на областном и всероссийском уровне. 1 сентября 1921 года в Шалакуше открылась первая советская школа-семилетка. А в 1938 году в поселке возвели здание средней школы. А в 1958 году отмечали первый выпуск учащихся, окончивших школу-десятилетку. В 1966 году начинается строительство нового здания средней школы. Школа была поистине трудовая. Обучение шло в две смены. Здесь училось около 800 человек. В настоящее время в состав Шалакушской средней школы входят структурные подразделения и Вакшанская начальная школа, Ступинская школа, Шожинская школа. Директор с 2006 года по сегодняшний день. Шалакушский школьный интернат. Новое здание, которое было построено в 1991 году. В 2001 году в поселке возобновилась приходская жизнь. В 2007 году было начато строительство деревянного храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. А с 2008 года, 21 июля, день Казанской иконы Божьей Матери, официально признана днем поселка. 9 мая 1967 года в парке был открытый памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны на фото празднования 70-летия Победы, которое было в 2015 году. Местные жители утверждают, что жизнь здесь прекрасна. И все-таки здесь хорошо, хорошо и тихо, очень душевно. Шалакуша, рожденная трудами стариков. Идет ее история из глубины веков. И были наши прадеды, хозяева земли. А все, что было сделано, потомками берегли. Течет у нас рабочая красавица река. Весною полноводная выходит на луга. Веками протекавшая той речке синева. На мельнице у кислого крутила жирнова. Пахали здесь и сели шалакушской глуши. А в праздники церковные гуляли от души. Любили свою родину шалакушцы, как мать. И шли в годину трудную Россию защищать. Шалакуша, малая родина, где хочется жить, как можно чаще приезжать, быть вместе, в горе и в радости.